Вот когда они записали Батагова Алан Русланович, сразу записали Борода, даже кличку записали, не знаю. Я говорю, то что я к нему позвоню, это никакого толку нет, я говорю, я позвоню ему, я могу с ним поговорить, но он с Засоховым никакой связи не должен иметь. Я говорю, я могу найти, я позвоню ему раз в Батагову, он может связаться с Засоховым, потому что они в контакте, они в гостях друг к другу бывают, они в одном аппарате. А прокурор говорит, в каком общении с Засоховым? Не надо, Батагову не надо звонить, если надо, мы вас найдем, вот так он мне ответил. Ну, естественно, Замира звонит домой, отцу на Сотовый, отец не поднимает Сотовый, отключенный был, что я не знаю, на Сотовый никто ей не отвечал. Тогда она позвонила домой, к маме с Ромой, подняла ее бабушку, она начала постински говорить, они говорят, не надо постински говорить, говорите по-русски. И тогда директор взяла у нее трубку и стала говорить, сипка шафом, шафом, вот весь ее диалог. В то время, наверное, ей сердце стало плохо бабульке, она, наверное, там упала, говорят, кто-то взял трубку, и она им говорит, сообщите всем, что нас много, больше, чем тысяча, вот весь разговор и весь ее диалог. Все, вот то, что там она пишет, что она разговоры вела с Таймуразом или еще что-то, никакого диалога у нее не было с ней. Вот весь диалог, который я слышала. Директор сидела, да, сидела на скамейке после этого разговора, выходит террорист, изнутри учительской выходит террорист. И он говорит, вот мы террористы, но мы деньги не тронули. Она говорит, спасибо. И у меня вот, хочу спросить вот этого террориста, что он считает за деньги? Вот директор ответила спасибо. Потом она сказала, что у нее в кошельке было 500 рублей. Я не знаю, я не считаю, что 500 рублей деньги на тот момент. Вот террорист что может посчитать за деньги? Вот так мы все должны думать. Значит, что-то он увидел. Спросите потом. Да. Спрошу, наверное, потом. Вот весь наш диалог. Я сказала, нас очень много. Причем тут дети. Тут очень много детей. Нас много. Самое мало, мы взрослые, 700 человек, 500 человек. Отпустите всех детей. Мы согласны на сухую голодовку, на любую голодовку. Мы не выйдем, пока ваши желания не выполнятся. Мы будем сидеть до тех пор, даже если нас будут освобождать, мы будем ждать, пока ваши желания не выполнятся. Только детей вы видите. Нет. Наших детей точно так же учат. Они в лесах, везде и всюду. Калеки. Наши дети никому не нужны. А вы тут приютили тюремщиков. Где вы были, когда вот это вот? Почему, говорит, Кабарда не приняла? Вот весь этот диалог. Это все около нас было. Почему Кабарда не пустила, говорит, тюремщиков? Почему другие не пустили? Почему, говорит, у вас ворота раскрыты для всех? Вот, говорит, терпите теперь, говорит, нас. Вот так вот они нам вот так ответили. Я говорю, а мы при чем? Мы привели в государство, в школу своих детей. Почему вы вот это сейчас вот покушаетесь на детей? Тут много грудников, тут много вот таких. Как вы вот это себе представляете? Да нам все равно. Мы террористы. Мы свое дело делаем. Если вы нужны своему народу, вас народ защитит. Итог у нас вот такой, как вы видите. Наша защита вот такая. На второй день, когда уже после полуида, нас стали, ну, постоянно нас успокаивали автоматом. Это понятно. Все стали нам говорят, тише, сейчас будет ваша судьба решаться. В конце концов, замолчите. Мне стыдно за вас. Это что вы? Неужели вас ничему не учили? Да, не учили нас. Нас не учили терпеть вот это все унижение. В отличие от нее я не родила. Ни наркомана, как у нее наркоман, сын и вор. Вот. И нет у меня проститутки. Я и сама выросла в Беслане. Никто. Вот я сейчас хочу, чтобы все знали. Я хочу доказать миру, что я не баран. Вот. Меня внушали эти три дня, что мы бараны там. Вот. В итоге, правда, мы бараны. Если вот это, допустим, что она сидит, кашу кушает все время, ни разу не придет, вот ему в глаза не посмотрит. Я лично хочу, чтобы она сидела вот тут и слушала все наши упреки, все наши разговоры. Потому что она, она из-за своей жадности, из-за своей халатности погубила детей. Погубила детей. Она не компетентно себя вела в школе. Она охраняла свою душу и все. Она не сказала своему коллективу. А ну-ка, чего вы около меня сидите? А ну-ка идите, сядьте около детей, которых родители нету с вами. Вы учителя. Вы первым долгом, а не учителя. Да, им Бог дал жизнь. На эту жизнь покушились. Они вправе ее охранять, правильно? Но где-то еще есть Островский, который нас... Эти строки мы должны знать? Какую жизнь мы должны вести, если она на пасху учителя? Правильно? Никто из них учителем не был в спортзале. В спортзале, кто был учителем, недавно остались. Я не говорю, что из-за того, что они погибли. Они тоже ничего не делали, но они были около детей. Они вот так вот... Пусть меня все дети простят. Которых я успокаивала там. Говорила, не бойтесь, все будет нормально. Посмотрите, сколько нас много. Нас выпустят. Вы бы видели, какая у меня внучка была уверенная. Она бы своими ножками вышла. Вот она измученная вся была, но она была уверена, что я около нее. Я около нее. И я ей внушала, что все будет хорошо. Она только боялась, что зайдет ее дядя и его убьют во время спасения. Вот она только вот это боялась. Вот ее маленькая головка была этим забитой. Я боюсь, что Алан зайдет, что его убьют. Вот только я это повторяла. Говорю, не бойся, говорю. Все будет нормально. Нас спасут. Мы в государстве живем, которому не все равно, за которым мы голосовали. Пусть все убитые меня простят. Дети, взрослые знали, за кого голосовали. Пусть дети меня простят. Я их успокаивала. Внушала им, что все будет хорошо. И вот начались эти строки. Сейчас придет большой человек. И в конце концов решится ваша судьба. Это было на второй день. Ближе к полудню. И вы знаете, вдруг тишина. Стрелять им нельзя было, наверное. Вдруг тишина. И вот так вот поворачиваемся все. И стоит у дверей вот в черном балахоне, вот как дождевик на нем. Такой черный балахон. Аушер. И вот так вот кивнул головой. Ну он, конечно, не здоровался с нами. Он, наверное, сказал, да, наверное, сколько-то. Убедился сам. И пошел у них вот этот разговор, переговор вот эти. Опять шум. И вот тогда она стала стыдить их, детей. Дети же не понимают, что большой человек, переговоры идут с большим человеком. Какое она имела право им оскорблять их, кричать на них, что ей стыдно за них. А мне стыдно за нее, что она неуместна была. И мне стыдно за себя даже. За себя, что я позволила старому человеку быть на кресле директора. Каждый должен быть у места. А в нашем государстве этого нет. Что было после того, как Аушев ушел? Как Аушев пришел? Ушел. Когда он ушел, пошел слух, что выпустили детей. Мы, конечно, обрадовались. Но смотрим, там еще маленьких очень много было. А что ж говорю? Если бы выпускали, то пусть бы и этих выпустили. Брючков маленьких, совсем маленьких. Они стали вообще-то как сумасшедшие. Сами боевики после Аушева, они стали сумасшедшие. Наши наблюдения, лично мои наблюдения были такие. Аушев пришел с такой целью, чтобы завести своих, увести своих, которые у него там были, и оставить тех ненужных, вот наподобие Кулаевых, вот таких оставить там. Вот двоих зовет, а своих увел. Лично мои наблюдения вот такие. Я лично так думаю. И мое наблюдение такое, если бы наши были поумнее немножко, взяли бы его в заложники, вот так бы подняли бы его на подъемный кран, может быть, я считаю, что это была одна банда. Во главе с Аушевым это была одна банда. Он пришел, сказал, продолжайте в том же духе, потому что среди нас была женщина, которая была невесткой Ингушей. Вот она молилась. Постоянно там включили молитву. Аллах Акбар, вот они вот возносили вот эту молитву все время. Когда стрекотать нельзя было, вот эта молитва орала вовсю. Вот у меня всегда в ушах вот их молитва прокручивается. В чем их агрессия выразилась после ухода Аушева? Я лично думаю, что они поняли, что их оставили на смерть. Всех террористов оставили на смерть, что другого выхода у них не будет. Они не думали умирать. Если бы они умирать были, они бы все сняли свои маски. Если бы они думали умирать. Они пришли потребовать свои требования, выполнить свое задание, которое они красиво сделали для себя. Хорошо они сделали, выполнили свое задание. Но этот труд у них не оценился. Они, кого их надо было, тех вывели, а ненужные вот такие курпаши-то остались. У меня лично вот этот суд, вот то, что мы его судим, оскорбляем. Вот он за 1500 человек я хочу так округлить, а не больше, чем 1500 у меня сейчас. Можно, как можно вот это ничтожество судить? Вот одно. Вот это ничтожество судить как можно? Я не знаю. Я не могу вот войти в его положение никак, я и так, я и сяк. Я не могу, я не могу в положение многих учителей войти. Вы знаете, вот Ауша вывел там одну учительницу, Кумаеву, как ее зовут? Риту Александровну. Она классный руководитель моей девочки, вот, которая осталась там. У нее четырех лет мне не было. На каком основании она попала в эту кучку, я не знаю. Там она оставила своих детей, двух дочек своих оставила. Она пришла ко мне просить прощения. У меня просила она прощения, она подруга моей сестры. Я говорю, Рита, я не могу тебя простить. Я тебя как человек не могу простить, я тебя как мать не могу простить, я тебя как учительницу не могу простить. Как учителя подавно я тебя не могу простить. Скажите, что было на третий день? На третий день? Что было? Вот я хочу еще сказать. 2 числа ночью лично меня подняли. Наверное, я не знала. Я думала, что я как мать прокурора. Сейчас меня ведут расстреливать. Я так думала. Но оказывается, они меня звели в другой зал, чтобы больше места осталось. Я это не знала. Я внуку своему говорю. Смотри за своей сестрой. За мной не идите. Ирина Захарна впереди меня идет. Она говорит, что Филиса Мазабр-то нам рач. С Мазабр-мады жалко. Ну, думала убивать на следу. Подняли только взрослых? Взрослых. Полных, пожилых подняли, которые толстые были. Вот именно, чтобы место освободили. Я лично потом уже расценила так. И провели нас в этот зал. Там было все. Бетонный пол. Все в стеклах, все побито. Канеди был. Совершенно никакой. Я не могу сказать, что вот он... Его тошнило. Ому плохо было. Вот он очень плохой был. Он этому цеголову говорит. Вызови мне скорую. Позови мне моего сына. Но он не в уме, не в меня. И вот он в угол пошел, рвал. Я даже думала, что он сейчас на меня вырвет. Вот так вот нагнулся. И прямо вот так вот. Я говорю, пройдите туда. Вот так вот. И посадила его в сторону. Отвела. Позовите меня. Отвела. Отвела. Отватывай. Отвела. 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 Продолжение следует...